Приветствую, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Поцелуй вселенной». С вами Таролог Мирослава. Сегодня я хочу рассмотреть интересный вопрос, связанный с недавними событиями на мировой политической арене, а именно победа Джозефа Байдена на выборах президента Америки. Хочется понять, истинна ли она. Потому что по всем моим прогнозам, и не только моим, кстати, победить должен был Дональд Трамп. Правда ли про мертвые души, про то, что Байден это чичиков нашего времени, и что Гоголь жив как никогда? Давайте же спросим об этом у самого беспристрастного в мире. Судьи Таро, уважаемые Таро, покажите нам, пожалуйста, победа Джозефа Байдена. Истинная или ложная? Честная или украденная? Семерка мечей. Ну, карта Вара нам выпала. Самая первая причем. Мы видим на ней человека, который украл мечи и с опаской оглядывается назад, как бы его кто не ущипнул за одно место, да, не поймал. По этой карте, конечно, трудно говорить о честной игре. Карта мошенничества, лукавства, обмана, предательства, иллюзий. Ну, и всех самых нелицеприятных чувств, да, в душе человека. Даже дальше можно и не доставать карты, но я могу, конечно, на уточнение что-то. Ну, да, рыцарь мечей у нас тут выпал. Рыцарь мечей, тот еще проныра, тот еще товарищ. Тут трудно сказать о честной игре. Очень агрессивный, вспыльчивый, где-то даже местами истеричный. У него идет в ход все, лишь бы была победа на его стороне. Королева Пентакли. Ну, это, возможно, его помощь, возможно, его та самая помощница, которая его холит и лелеет, которая, кстати, выпадала в прошлом раскладе неоднократно, даже дважды, да, который я делала вот на победу, кто победит, Трамп или Байден. Понятно. Ну, в общем, и она помогла, и он сам постарался. Ну, в общем, великие комбинаторы украли победу у Дональда Трампа. Так говорят карты, не я, на самом деле. Ну, вот, самая главная карта, первая, это карта вора. Победа была украдена. Вот, даже говорить больше ничего не буду по этому поводу. Хорошо. Другой вопрос. Есть ли шансы у Дональда Трампа доказать фальсификацию? Есть ли у него шансы остаться в кресле президента? Каковы шансы Дональда Трампа остаться в кресле президента? Время еще есть, до 6 января, когда будет инаугурация. Уважаемые Таро, покажите шансы Трампа остаться в кресле президента. Кресница, старший аркан. Ну, как ни странно, это карта того самого успеха, которая ему выпадала в прошлом раскладе. Да, карты гадают, что называется. Шанс-то хорошее. Это победа, это успех. Это как раз человек выходит из ситуации победителем. Человек на коне, да, он горд собой. Он даже с несколько надменным лицом, мы видим, да, сударя на карте. Ну, победа опять выпала. Даже как-то странно. В общем, шансы хорошие. Я не буду говорить, что это стопроцентная победа, но большая вероятность, что он действительно останется в кресле президента. Рыцарь Жезлов, да, есть еще порох в пороховницах. Силы есть, и энергия есть, и желания есть. И он еще, конечно, повоюет, как говорится. Пятерка Жезлов. Но битва будет серьезная, не на шутку. Если судить по старшему Аркану, который здесь, конечно, главный в этой тройке карт, то у него довольно хорошие шансы на то, чтобы отстоять свое право на кресло президента. Вот такой у нас получился положительный прогноз. Надеюсь, он исполнится. Благодарю вас за внимание. Благодарю, любимые Таро, за то, что показали нам правду об этой ситуации. Желаю вам всего доброго, всех благ. Целую вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова